Всем привет! С вами Таня Генерал и это канал Субъективно об Америке. В рамках моего нового проекта, поиска подходящей квартиры прямо в центре города, прямо в сердце всей городской жизни, я решила переопубликовать это видео годичной давности о жилон-комплексе, где живет моя подруга и великий мастер-парикмахер Елена Тускова. Присоединяйтесь ко мне, давайте посмотрим, как здесь все устроено, потому что это один из первых вариантов, которые я для себя рассматриваю. Как вы видите, здесь очень удачно сочетается пятиэтажный апартмент-комплекс с такими довольно-таки городскими квартирами. И он расположен в самом центре исторического Хьюстона, если вообще в Хьюстоне есть что-нибудь историческое. Я так полагаю, что здесь когда-то были старые дома, их расчистили и снесли, потому что вокруг тот же самый все еще район, довольно старый. А здесь сделали вот такой комплекс. Я подозреваю, что квартиры там, конечно, небольшие и не роскошные, но, как обычно, стоимость особенно арендованного жилья в Америке определяется скорее количеством возможностей, которые предоставляются жильцам вокруг. То есть это вот такого вот уровня и класса бассейн. И, как вы видите, такая зона для патий и вечеринок. Трава, между прочим, искусственная. Вот такая зона для вечеринок, патий и тусовок. Ну, телевизор на улице, это вообще уже все выше моего осознания. Это значит, что здесь аренда, наверное, стоит запредельных денег. Сейчас мы все узнаем у нашей Леночки. Бассейн довольно большой. Офис, к сожалению, уже закрыт. Он работает до пяти часов, поэтому я не могу вам показать все, что там у них внутри есть, что предназначено для жильцов. Но это традиционный набор. Офис с большим количеством рабочих мест. Две зоны для тусовок. Такие, как чилаут, они называются. Помните, совсем недавно я делала похожее видео из Остина? Я поставлю сюда ссылочку. Это, конечно, не такой крутой. Даунтауна отсюда не видно. Ни Остина, ни Хьюстона. Но, тем не менее, очень даже приятное местечко. Внутри, как обычно, спортзал. Кафе. Место для проведения вечеринок. Снаружи тоже, как вы видите, много мест для проведения вечеринок. На удивление, никто не сидит в бассейне по шею. Лето подходит к концу, все уже накупались. Бассейн уже никому не нужен. Даже я уже к этому привыкла. Купаюсь сейчас гораздо реже, чем это было, например, в апреле и в мае. Так вот всегда и бывает. Такая зона. Покажу еще вам вид из окна. Не знаю, если хозяйка позволит, покажу, как у нее все устроено внутри. Ну, чего такой бассейн? Довольно вместительный. А вот джакузи у них нету. Ну, как же без джакузи? Лена, ну, туда доступа вообще нет. Это не так, что, знаешь, такой парк и что-то можно туда ходить. Есть доступ, то есть там можно прям пройти прогуляться, да? Можно пойти прогуляться. Да, и название комплекса как раз-таки такое, на озере. Озеро, конечно, очень условное. Но, тем не менее, когда выглядываешь в окно, я думаю, что очень освежает взгляд. Вот эти вот здания по сторонам, это как раз-таки кондоминиумы. Небольшие квартиры в несколько ярусов, раз-два-три ярусов, два-три этажа, которые идут на продажу. Вот такой мне нужен домик. Вот такой мне домик нужен. Вот такой мне домик нужен. Или вот такой. Это центр города. У нас он здесь называется район Мемориал. Здесь довольно дорогая недвижимость. Лен, если не секрет, сколько стоит аренда? Лен, не секрет, если сколько стоит аренда здесь? Тысячу сто? Тысячу сто? Я переезжаю прямо завтра. Ну, пойдем посмотрим, что там внутри. Ну, а вот так выглядит эта милая квартирка изнутри. Традиционное открытое пространство. Очень современно обставленная интересная кухня. Высокие потолки. Очень удобная тема, когда посреди кухни есть так называемый остров. Проверено опытом. На всех вечеринках и мероприятиях всегда вокруг этого острова народ собирается. Хозяйка попросила объявить громкое во всеуслышание, что она только два дня как переехала. Поэтому тут у нее пока все стоит и едет. Но, тем не менее, общее представление составить можно. Это жилая комната, соединенная с кухней. Довольно просторная. На полу ламинат. Балкон. Выходит вот в такой закрытый дворик. И вот на такие окна. Ну да. Да тут центр города. Очень приятное место. Такое небо, как всегда. У нас в Хьюстоне всегда интересное небо показывают. Там внизу, как вы можете видеть, тоже устроено несколько местечек для пикников. Гриль общественного пользования. Такие красивые углы. Вот там кто-то живет. Я представляю, как здорово. У них прям свое полноценное патио. И вон там. С такими лопухами. Очень красиво. Свет сам зажигается. Чудеса! На улице дождь. Знаешь? Да ладно. Да? Не ушкин-то клячь. Кофе хочешь? Нет. Кофе застык. Хороший комплекс, Лена. Скажем. Одобряю. За такие деньги. Надо было в гараже запарковаться. А ты как раз сейчас выйдешь. Даже кроватка есть. Что? Кроватка. А, да? Зал для йоги. И вот дальше массажный кабинет. Нормально. Массажный кабинет. Ты приходишь туда со своим массажистом? Я не знаю. Было бы не хватит. Массажист не прилагается. Туда не пойдем. Там люди. Там люди. Спортзал. Очень приятно. Спортзал. Ну и вот такое лицо всего комплекса. Заходите вы узнать, есть ли свободные места, а свободных мест предостаточно, и встречает вас. Вот такое вот царство. С такими царскими креслами. На улице гроза. Как же я поеду домой сейчас? И вот такая красота здесь. Жду ваших комментариев. Какие мысли, какие идеи. Ссылка на сайт этого комплекса будет в подписи. Нравится, не нравится. Берем, не берем. Переезжаем, не переезжаем. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok